Если раньше все эти великие комбинаторы, заурядные махинаторы, просто мелкие жулики предпочитали обтяпывать свои делишки в тени, то сегодня, наоборот, они так и норовят попасть в объектив камеры или засветиться на странице газеты журналов. Ну а мы, журналисты, вольно и невольно, делаем мошенникам бесплатную рекламу. Как это случилось с раскрученным современным психологом, на чьи модные и дорогие тренинги выстраивались в длиннющей очереди. Желающих попасть на прием не отпугивал даже рекламный слоган врачевателя человеческих душ. Больно, дорого, без гарантий. Это было действительно дорого. За трехдневный марафон психологических самоистязаний клиенты выкладывали десятки тысяч рублей. Чаще всего именно для того, чтобы на собственной шкуре убедиться, что это действительно больно. Неужели под вывеской модной клиники обосновалась зловещая секта? Выясняли наши авторы Вячеслав Немышев и Алексей куда шел? По слухам, которые как бездомные собаки бродят в интернете, этого человека с бородой Фрейда нужно опасаться. Чувак, ты чего хочешь? Знающие люди предостерегают, от него можно ожидать чего угодно. Давай похрюкаем. Зачем ты в своей жизни это делаешь? А вот кадры его так называемых марафонов. Три дня тренинга, без сна и отдыха. Попасть в круг избранных стоит сумасшедших денег, а некоторым приходится еще и доплачивать. Натуры. Давай попасть трусу. Этого человека зовут Александр Ройтман. Это он заставил несчастного парня Митю раздеться догола вроде как одним своим взглядом. Что ты чертил за чай? Митя плачет. И, конечно, самое время спросить, а ради чего люди добровольно на это идут? Да еще и платят. Александр Ройтман, которого некоторые бывшие пациенты сравнивают с самим повелителем тьмы, известный израильский психолог. Какие гарантии? А вот его бывшая пациентка Юлия Гур-Арье. Ее рассказы о том, что происходит на психологических марафонах, как предупреждающая табличка. Не влезай, убьет. Для меня никто имени, ты его не очень знаешь, Игорь, да? Это так называемая технология негативного воздействия. Ее придумал Виктор Франкл, австрийский психиатр, узник нацистского лагеря смерти. В основу своего метода он положил личный опыт выживания в лагере. Через боль и унижение человеку легче найти и осознать смысл жизни. Вы не измените ситуацию, и я надеюсь, вы понимаете сложность вашего положения. Но некоторые из бывших пациентов теперь утверждают, что красивыми словами была вымощена дорога в ад. Именно там, по словам Юлии, она оказалась. По сути, это секта. Цель этих марафонов в том, чтобы отобрать так называемых учеников. Правда, поначалу затея вовсе не показалась Юлии странной и опасной. Напротив, она разглядела в марафонах окно возможностей и для личностного роста, и для бизнеса. Юлия рискнула всем и захотела войти в долю. Я вложила в этот, в кавычках, бизнес полмиллиона долларов, а за семь лет все, что мы смогли заработать, это 80 тысяч долларов. Теперь Юлия жалуется, что ей приходится страдать больше всех. Если остальные чувствуют после сеанса только щемящую пустоту в душе, то она еще и пустоту в кошельке. Люди приходят к Ройкману на волне отчаяния. Он очень увлекался гипнозом, он пользовался им для того, чтобы использовать женщин для секса. Саша имел манеру просто подходить и хватать своих учениц за грудь. В этой истории есть одна странность. На врача жалуются десятки бывших клиентов, но только не Митя. Тот самый парень, которого на сеансах заставляли обнажать не только душу, но и тело. А вы к нему приходили, пришли на тренинг, записались? Да, я был участник на тренинг. А сумму вы будете в интервью озвучивать, которую вы заплатили? Если это опасно. Ну, в общем-то, да. И вдруг несчастный Митя бьет рукой об стол. Вот этот разговор о том, что вы подсадная утка. Или это как-то не так. Вот мы можем это тоже обсудить. Его откровение дорогого стоит. Митя утверждает, что на тренингах он был вовсе не несчастной жертвой, а подсадной уткой. Манипуляция с его сознанием всего лишь фокус, чтобы убедить клиентов в почти мистической силе врачевателя душ. Друзья и коллеги Ройтмана именно его считают жертвой. И якобы та самая Юлия, не состоявшаяся акула бизнеса, не сумев заработать денег на модных тренингах, решила напоследок покусать самого гуру-психолога. То, что делает сейчас Юля Гуралье, на мой взгляд, очень грустно. И мне кажется, это грязная игра. Юля создала секту. Ее друзья брали кредиты под залог своего имущества, чтобы вложить деньги в Юлин бизнес. А то, что Ройтман ушел, прервал с ним всяческие отношения, это очень смешно, что она сейчас это переваливает на него. А что же сам Ройтман? Почему все это время он прятался от журналистов, согласившись в итоге на интервью только центральному телевидению? Вот у меня четыре брака, к сожалению, не сложилось. И ты хвастаешься? Нет, я наоборот. Высок, будто хвастаешься. Я начинаю работать. Чего боялся? Ведь если он действительно настолько силен, никакой репортер не устоит перед его чарами. И если не захлюкает, как поросенок, или не разденется догола, то наверняка, поддавшись чародею, встанет на его сторону. Настоящая психотерапия замешана не на силе, а на слабости. То, что я нормальный, ранимый, тонкий человек. То, что я могу заплакать вместе с тобой. Сама по себе методика не злодейская. Великий Виктор Франкл, он описывает в научных статьях, как он, например, лечил человека от страхов перенести инфаркт и умереть от инфаркта. Он внушал этому человеку, что у него сердечный приступ. Стимулирование людей индивидуально или в групповом процессе бывает очень рисковым и болезнью. Кажется, если бы этого скандала не было, его обязательно следовало бы выдумать. Кому? Да прежде всего самому загадочному психологу. Зачем? Может, за тем, чтобы на волне скандала засветиться во всех ток-шоу страны, где очень любят такие истории с промыванием всех косточек злодеев и жертв. И где злодеи и жертва внезапно могут поменяться местами. Последний вопрос. Почему? Да потому что лучше рекламы о странным практикам, где дорого, больно и без гарантий, еще никто не придумал. Да уж, сложная история. И вот, кстати, я даже не знал, что визит к психологу может выглядеть страшнее, чем процедура изгнания дьявола, о которой мы, кстати, расскажем после очень короткой передышки.